итак мы продолжаем построение брюк сразу на ткани конечно вы должны понимать что в таком варианте это будет возможно только тогда когда ваши бедра не слишком велики например я заметила что при ширине ткани 140 сантиметров у нас хорошо входят рядышком спинка и полочка на одну ширину при размере бедер до 50 сантиметров 50 и менее если ваши бедра будут больше значит это будет весьма проблематично и вам придется строить вашу заднюю половинку допустим дальше на продвижение на продолжение на каком-то но мы работаем дальше после того как мы вырезали после того как мы вырезали переднюю половинку мы укладываем ее на соседний участок ткани так чтобы у нас все линии совпали талии стали бедра с бедрами линия сиденья с линии сиденья и аккуратненько это все конечно же вот так вот расправляем все мы поместили теперь знаешь что начинаем строить знаю что начнем вот отсюда например знаю что у нас ширина брюк внизу 28 сантиметров мы от точки от стрелочки наши должны отложить 28 разделить на 2 14 и плюс 1 сантиметр получается 15 вот так с этой стороны и получается 30 с этой стороны то же самое мы делаем от уровня расширения брючек 24 пополам 12 и минус и плюс 1 получается 13 значит 13 сантиметров вот сюда и откладываю и 13 сантиметров в эту сторону я откладываю это я скопировала нижнюю часть брючек теперь я нахожу шов сиденья задней половинки для этого измеряю вот этот кусочек 9 сантиметров у меня делю пополам 4 с половинкой вот у меня точка через которую он должен обязательно пройти затем через какую вторая точка это вот эта точка у нас я 3 по нашему описанию да и я рисую вот такую вот линию на передней половинке но она у нас должна быть отражена вот здесь поэтому я ее дома отразила затем я переношу туда вот эту точечку вот эту точку я перенесла вот сюда и мне нужно ее спустить на 1 сантиметр будет но я сделаю чуть позже эту линию мы тоже нарисовали затем я измеряю вот это расстояние 9 сантиметров и его откладываю вот этой точки вот у меня получилось . я 5 так уравниваю длины здесь у меня 20 с половинкой и здесь мне тоже нужно 20 с половинкой то есть миллиметра на 3 я должна спуститься вот сюда получилась эта . что дальше дальше нужно посчитать баланс баланс брюк это одна десятая одна десятая бедер 48 отнять полтора получается 3 и 3 значит 33 я откладываю дважды вот сюда и 33 я откладываю вот сюда это для талии а это для бедер и какой у нас должна быть выясняем мы с вами ширина задней половинки брюк по бедрам она готовом виде смотрим на мерочке 48 а у нас передняя получилось 22 значит от 22 отнимая вернее от 48 отнимаем 22 или вот так вот можно ничего не отнимая и вот здесь вот мы видим 48 находим просто 48 да да и это у нас получится ширина бедер задней половиночки делаем проверку значит измеряем 26 прибавляем 22 получается 48 все правильно значит мы определили вот эту точку переносим ее сюда стали и что происходит по талии талии нам нужно 36 делим пополам получится 18 и вытачку заднюю обязательно добавляем потому что сзади всегда есть прогиб 18 и 4 допустим сантиметра получается 22 значит находим 22 и как бы проводим дугу на пересечении с линией талии вот так и все как меточки которые мне были нужны я перенесла с передней половинки и она мне больше не нужна можно ее убрать на свое место вот сюда допустим пусть она там полежит а мы с вами достроим аккуратненько заднюю половинку начнем с низа и так все что ниже уровня расклешения брючек всегда прямая линия и сразу я рисую припуск никогда не нужно здесь ничего в ничего волновать абсолютно потому что будет некрасиво так и я добавляю сразу припуск а важности припуском говорить не буду вы прекрасно знаете насколько это имеет огромное значение дальше оформляем здесь красивый переход я смотрите я хочу прийти вот в эту точку но у меня ломается очень линия она получается такая резкая мне ее нужно будет потом превращать в прямую нужно будет оттягивать и у меня будут проблемы и поэтому я делаю ее более гладкой вот такой вот брючки кстати вы можете делать совсем совсем любой другой формы такой какая вам нравится переходим к оформлению бокового шва для этого так вот это у нас был так и сразу добавляем припуски и уходим опять же смотрим какой красивый найти переход чтобы не было резкого перехода допустим вот так я сделаю и переверну свою линеечку будет у нас так вот такая вот и проверяю со стороны но мне кажется в общем то что форма получилась достаточно нормальная если у меня будет небес какая-то не очень не люблю никакие бязи сейчас это показываю на бязи только потому что цвет подходит то вам видно и контрастно и понятно а так на самом деле конечно такие брюки из этой бязи я вышить никогда в жизни не стала сразу добавляем припуски здесь у нас она вот не перенесли еще точку 3 она у нас находится по серединке вот этого отрезка ну я думаю что это будет вот эта точка и еще . 1 которая нам нужно находится ниже вот этой точке на сантиметре вот ниже вот этой точке на сантиметре и вот она еще одна . это все описано мои хорошие во всех моих книжечках вы можете там легко найти эти подробности эту информацию сегодня задача другая просто показать как это можно сделать на ткани и поэтому я сейчас вот так аккуратненько это все соединяю здесь такие небольшие припуски здесь нельзя делать больше чем полтора сантиметра припуски потому что на этом участке шов еще будет оттягиваться вот здесь идет оттяжка нашего шва чтобы не было заломчиков под ягодичными складками но и что нам еще осталось и нам еще осталось построить вытачку сзади находим серединку вот этого отрезка восстанавливаем из этой серединке перпендикуляр длина и вот как на юбочке 13 15 сантиметров это середина вытачки и строим самому вытачку 4 сантиметра я делаю это на глаз как вы знаете но вы уже делаете то что вам нужно и конечно над вытачкой обязательно оформляем вот такой домик ну вот собственно говоря и все сколько минут у нас прошло еще можно добавить смотрите на уровне вот на этом уровне я обычно проверяю ширину брючек которые у нас получились 33 сантиметра ширина задней половинки добавляем к ней 59 ширину передней половинки и сравниваем эту величину с меркой обхвата бедра самой широкой то есть наши ножки наверху самой широкой ее части здесь у меня получилось 59 значит чтобы ваши брючки именно вот такой вот формы выглядели хорошо вам нужно чтобы ваша ножка была 58 или 57 я никогда не делаю брючки в обтяжку вот в этом месте здесь до уровня ягодиц я их делаю плотными в обтяжку делаю по фигурке хорошо сидящими а вот то что начинается ниже уровне ягодиц здесь я считаю что ножка должна жить своей жизнью должна быть свободно и тогда у нас не будет многочисленных заломов вот собственно говоря и все что мне хотелось сегодня рассказать вам